Всем привет, друзья! Вы на канале Плей Джексон. Сегодня у нас карьера за Андрея Лунина. Это значит, что мы будем прыгать, летать, тащить, отбивать. Я отвечаю! Напоминаю, что мы находимся в аренде в команде Саунгемптон. А так мы из мадридского Реала. Пу-пу-пу! Тринадцатое место. Чемпионат Англии. 28 сыграно матчей, 33 набрана очка. Осталось 10 поединков. Но это приблизительно 2 выпуска. Но даже для того, чтобы попасть в зону Еврокубков, нам нужно очень и очень постараться. В целом, это возможно, но не только от нас все зависит. Ну и дебютный поединок на сегодня. Матч против Брайтона. Эту команду мы должны выносить и брать свои 3 очка. Наши ребята с мячом первый гол. Все, все. В самом же начале поединка мы забиваем первый гол. Стоило Брайтону только потерять мяч. Отлично, Дэвис отработал, в подкате забрал. И там буквально в одно касание вывели нашего нападающего. До свидания. В атаке наши оппоненты. Мы уже немножечко напрягаем булки. Мало ли что. Нет, все нормально. Защитники говорят, не парься. Хороший пас. Сейчас вот можно еще один оформить. Это Филипп. Будет навес. Да, навес проходит. И удар поворотом. Это мимо. Заброзно от Дэвиса, но здесь он не успевает. Хотя мяч остается у наших ребят. И можно готовить подачу. Дэвис. Дэвис подает. Летит на голову Боржа, что вы творите? 20-я минута матча. Абсолютно никаких шансов не оставляют наши ребята на какой-то успех для оппонента. Саундгемптон разносит на выезде Брайтон. Отличная подача. Перепрыгнул. И забил. Нет, ну я думаю, Брайтон будет теперь вперед лететь. Хотя, если так лететь вперед, то можно сразу вести команду с поля. Разберем. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Третья минута матча и попахивает разгромчиком, да? Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Разгромчиком, да? У них мечи, наверное, Дэмиксы. Нормальным мечом он бы так не ударил. Я думаю, единственный шанс для наших оппонентов это пройти оборону Саундгемптона только через фланг. Вот, подача здесь, Лунин. Было опасно, если бы тот тип нападающий Брайтона вставил ногу, то я думаю, опередил бы нас. Джака пытается построить игру соперника через центр. Можно, во, теперь батя пойдет в разнос. И еще один, а нет. Здесь Райан уже забирает мяч, стелется, будто на диванчик. Первый тайм, счет в матче 3-0. Это уровень, друзья. Главное, этот уровень не понизить во втором тайме. И на Дэвиса, и Дэвис, зачем ты... Зачем этот навес? Сразу бы с левой проверял. Дэвис, можно ускоряться. Есть огромный плацдарм для того, чтобы разогнаться. Подача и удар. На этот раз прям в руки Райану. А-а-а, дяденька, куда ты, малыш? Здесь батя разбирается. Навес. Удар не происходит, это угловой. Так, главное в этом поединке отстоять на сухую. Да где пенальти? А за что? Главное на сухую я только сказал. Ну чё, как ебать тебя будем? Главное на сухую я только сказал. Рукой сыграл. Ну вот так вот отбивал. Единорожек себе поставил. Сука. Вот чё он промазал? Ну я угадал. Длинная передача. А вот сейчас уже готовимся. Готовимся сыграть. Ё-моё. Откровенный фарт присутствует сегодня на стороне Саундгемптона. Я надеюсь, он и будет присутствовать первый сейв. В рамку быстренько... Ого. Быстренько стало. Very wonderful. В первом поединке на сегодняшний выпуск Саундгемптон добывает очень важную победу и очень важные три очка. Тренировка, тренировка и ещё раз тренировка. Эвертон. Второй по счёту матч Саундгемптон-Эвертон. Играем мы у себя дома, принимаем ирисок. Наши оппоненты немножко выше находятся, нежели мы. Но отрыв там примерно 10-13 очков. Просто так уж получилось, что очень плотно находятся команды друг возле друга. Короче, мы можем сократить отставание, но потом ещё нужно будет очень и очень сильно потрудиться, чтобы догнать эту команду. Да. Заброс. Спокойно лунин кулачками туда. Так, я так понял, что Эвертон будет сегодня играть номером один. Пробивай! Удар! Выше. Тео Велкот. Попробуй его догнать по флангу. Хороший пас на Дэвиса. Дэвис, врезайся. Врезайся, чувак. Удар по воротам неплохо пойдёт. Ну пробивай, Лансини, ты же развернуться можешь. Опять. Опять этот Ричарсон. Хорош защитник, страхует, но я думаю, там бы мы перекрыли. Готовят под удар. Смотрите, Альмирон удар! И ещё один угловой будет около наших ворот. Дэвис делает навес. Какая дальняя передача. Сброс под удар, но, к сожалению, Шнедерлин успевает накрыть. Под занавес первого тайма очень серьёзно мы насели на ворота соперника. Филипп. Отдай пас. И прострел. Пена, делай прострел. Удар по воротам. Зачем? И, в общем, первый тайм счёт в матче 0-0. Очень интересный поединок. Серьёзная заруба на поле. Обе команды не хотят уступать. Ну что ж, посмотрим, что будет во втором тайме. Опять разыгрывают. А встречает ли же их ранее? Альмирон. Удар. Нет, Лунин, забирай. Подавай. Дэвис врывается. Его останавливает. Убирает на замахе. Делает навес. Выходит Пикфорд. Хорош. Делает навес. Дэв, напережение сыграйте. Почему Пикфорд первый на мяче? 10 минут до завершения. Анри делает навес. Пидорат, джейдь. Тащить весь матч. Весь матч. Анри делает навес. Один. Один стоит. Ну и Лунин тоже какая-то шляпа просто. Проиграл со счетом 1-0. Но я думаю, ничья был бы самым закономерным результатом по этому матчу. Мы лично не заслужили проиграть. Была абсолютно равная борьба на поле. Саундгемптон против Арсенала. Канониры приехали к нам в гости. И сегодня мы будем портить им настроение. Сильное заявление. Но не явный фаворит в этом поединке. Вот. Уже первый фарт. Промал. Навес. Удар. Все. Лунин. Вот сегодня я чувствую, что работы у нас будет просто дохренище. Бабу накрутил. Но не учел, что на... Что на воротах Лунин. Мог бы нас не застать врасплох. Я не ожидал вот такой вот удар. И пробивать. Один же. Дэвис. Хи. Гол. Я уже думал, что Лено там спас. Тридцать третья минута матча. Я лично не радуюсь, потому что в таких поединках против лидера, против явных фаворитов, Саундгемптон всегда забивает первыми. Ну а потом, во втором тайме, как зачастую это принято, пропускаем двушку. Ну будет сейчас удар. Ну все уже. Подпекает. Умница. Умница защитник, что заблокировал первый удар. Не умница тот, который тупо отдал, куда попала передача. Угловой уже на добавленной минуте первого тайма. Лунин выходит кулаками, отбивает быстро в рамку стал. Опять забрал. Первый тайм, счет матч 1-0. И Арсенал в шоке. Что происходит? Под удар готовьте и пробивайте. Не стесняйтесь. Как же пронес. Лансини. Я не знаю, будто мяч приклеился к его ноге. Угловой. Каркас ворот. Да ну как же так. Ну я отгадал, я левее даже стал. Ну вы посмотрите. Здесь конечно и оставили одного ндд. Ну. Ну коснул. Вот, стал левее. Да я не пойму, ну как так. Ну жёстче ты ладошки поставь. Ну всё. Ожидаем теперь второй гол в свои ворота. Так, посмотрите как они напирают бромал. Готовят на вес. Федорации. Ой, дело пахнет. Ещё один. Одним пропущенным. Я чувствовал. Рили, я чувствовал. Сброс. Куда сброс? Кому сброс? Нет ни слов, ни эмоций после такого поединка. Но обидно. Реально обидно. Вот такие вот дела, ребята. Лестер против Саунгемптона. Это последний поединок на сегодняшний выпуск. Ну и давайте ещё сделаем одну победку. Как бы три матча уже сыграно. Два проигрыша, одна победа. Ну, нужно уравнять. Делает навес. И удар происходит поворотом. Но только совсем немножечко нашему нападающему не хватило. Для того, чтобы просто попасть в поворот. Лерма. Ну, 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 ну. Мэдисон. Вот это сейв. Вот это вот уже очень сильно мощно. Посмотрите. Тащи рукой, как сложился, а? Возят, конечно, не очень достойно. Лерма в центр отдаёт. Его здесь только бить. Ну, тупо девятка. Ну, как? Посмотрите. Вот такие не берутся. Забрали. 1-0. Пока делаем насосик. Окей, может ещё как-то удастся нам спасти ситуацию во втором тайме. Ну, была же ударная позиция. Вот сейчас! Лансини, Лансини. Убойнейший просто момент. Посмотрите. Я ещё не покладаю надежды на то, что нам удастся сравнять. Ну, от нас, конечно, мало что зависит. В этом деле, Дэвис. Ну, куда ты отдаёшь? Момент. Прям в руки шмейхелю. Ну-ху-ху-ху! Ну-ху-ху! Всё-таки, мои надежды оправданы. Сделали мы этот один гол. Как бы можем ещё постараться. 10 минуточек-то есть. И Лестер сейчас на дизморале может блатнуть и второй. Умничка. Чёткий удар. Без шансов для кипера. Ну, всё-таки, ничья это лучше, чем проигрыш 1-1 в матче против Лестера. Ну что, друзья, на этом у нас и всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. В следующем выпуске за Андрея Лунина мы завершим этот сезон в команде Саундгемптон. И вернёмся в Мадридский Реал, а там уже будем смотреть и думать, что делать дальше. Всем спасибо за просмотр. С вами был PlayJackson и карьера за Андрея Лунина. До скорых встреч. Пока.